И сейчас с нами на связи начальник главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев. Александр, приветствуем вас. Здравствуйте. Александр, вот мы знаем, что сотрудники ГСЧС вынуждены работать даже под обстрелами. Такие факты мы несколько раз видели и на кадрах, отснятых с места событий. Расскажите, насколько сложно сейчас работать в условиях войны. Еще раз доброго дня. Хочу отметить, что с начала вторжения в войск Российской Федерации весь личный состав и органы управления Харьковской организованной государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям был переведен на круглосуточный усиленный вариант несения службы. Спасатели Харьковской области в усиленном варианте работают первые три дня. Весь гарнизон работал, затем мы разбились на две смены и, не теряя боеготовности, выезжаем на все происшествия, которые происходят с 24 февраля. За это время было осуществлено более 1200 боевых выездов на оказание помощи гражданскому населению. На тушение пожаров, обезврежение живоопасных предметов, проведение поисково-спасательных работ и разбор завалов жилых и административных зданий, разрушенных вражескими обстрелами. Большинство действительно выездов приходится выполнять под вражескими обстрелами. В связи с этим у нас уже есть и потери. У нас один пожарный спасатель погиб, это пожарный спасатель 5-й государственной пожарно-спасательной части Александр Подолянский, который во время тушения пожара 17 марта получил смертельные ранения и даже его не довезли к лечебному учреждению. Еще 4 человека получили травмы в течение 2 дней по этим вопросам, но в настоящий момент их жизни нет угрозы. Они проходят лечение и мы надеемся и уверены даже в том, что в ближайшее время они станут в строй. Нами было ликвидировано за этот период более 800 пожаров, причиной которых стали уражеские обстрелы. Больше всего в городе Харькове это такие районы, как Северная Салдорка, поселок Жуковска, Пятихатки, Роганя, Рызонт и так далее. Из районов области более всего пострадали в этот период города Изюм и Балаклея. Немало пожаров проходилось ликвидировать в Дырачах, Золочи, Мерехе и Чувуеве. В ходе поисково-спасательных работ нами спасено из-под завала более 200 человек. К сожалению, пришлось извлекать и тела, пришлось извлечь и тела 136 погибших. По состоянию на 27 марта завершены работы на месте 20 завалов. Но, к сожалению, у нас есть еще информация, что в нескольких местах могут оказаться еще тела наших погибших сограждан. Пиротехниками было осуществлено за это время более 800 выездов. Обезврежено около 500 взрывоопасных предметов. В основном это ракеты и снаряды, смерть, ураган. Ежедневно около до 50 раз приходится выезжать, а первые три дня пришлось более 100 раз выезжать. То есть люди работали в очень таком изматывающем режиме, но, к счастью, нам удалось обезопасить те территории, которые были поражены в результате автострелов и бомбардировок. Мы благодарим Александра Волобуева. С нами был начальник главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области. Ситуация в области. Ситуация в Харьковской области.